МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Произошло это в Краснофлотском районе. До центральной части города горожанин добрался без приключений. Неприятность подстерегала во дворе дома на улице Пушкина. На узкой дороге неопытный водитель не смог разъехаться с припаркованной Тойотой Ноа. Оцарапав микроавтобус у левый борт, молодой мужчина поспешил уехать. Тем не менее, был замечен бдительными соседями. Жительница одной из квартир видела в окно все происходящее от начала до конца, о чем поспешила сообщить в полицию. Правда, ни марку машины, ни ее регистрационный номер горожанка не запомнила. Зато сообщила другую, не менее важную деталь. У черного универсала была повреждена передняя часть. О том, что искомая машина по улице Волочаевской направляется в южную часть города, полицейским сообщили очевидцы. Автолюбителей напугала манера езды безумного гонщика. На светофорах он останавливался. Но вот в промежутках между красными скорость была просто запредельной. Преследование нарушитель заметил только, когда увидел позади себя проблесковые майки. Отрываться по прямой молодой человек не рискнул. Выбрал другую тактику. Затеряться в жилмассиве не вышло. А свидетельствование задержанный прошел на месте. Прибор выявил среднюю степень алкогольного опьянения. Неисправное мобильное устройство стало причиной пожара в кирпичной хрущевке, расположенной неподалеку от трамвайной остановки стадион «Нефтяник». Очаг возгорания находился на втором этаже в двухкомнатной квартире. Хозяйка телефона проснулась в пять утра от того, что горела ее постель. Перепуганная женщина не стала бороться с возгоранием самостоятельно. Она обратилась за помощью к соседям, живущим этажом ниже. Они вызвали пожарных. Телефон под подушку положила. На зарядку, да? Нет, она просто горит будильник в телефоне. Окей. И говорит, это самое, говорит, загорелся, взорвался телефон и загорелась постель. Уже через полчаса спасатели эвакуировали жильцов дома из задымленного подъезда. Пламя не успело сильно распространиться по квартире. Жар от горящей кровати испортил мебель и внутреннюю отделку жилья. Тлеющие остатки спального ложа спасатели выбросили с балкона на улицу. По оценкам пожарных, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok